эй я не виноват арестую того кто сидел за клавиатурой приветствую всех сами холдым и да вас не обманывают ваши глазомеры это kidnaped girl похищенная девушка и мы будем сейчас и проходить и начинать перепроходить игру в заперти и точнее модно эту игру в заперти вот извиняюсь я вообще допланировал куда раньше выпустить эти видеоролики но опять-таки из-за проблем у меня все слетело нафиг постоянно именно со звуком то проблем то с микрофоном то самой записью которая не записалась из-за этого вот такие вот дела вот в любом случае это случилось ну и перед началом рекомендую подпишитесь на канал жмите на колокольчик кого новых видео узнаете о постах в сообществе которые в которых могут проходить голосование интересные новости будут так вы сможете повлиять на то что будет выходить дальше вот своим мнением утра ну и меня вы так замотивируйте а то на наш канал подписан только где-то 55 процентов человека все остальные без подписки смотрят ну а теперь вперед чтобы уж не 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 мучить вас еще крайне прошу вас глава первая вне доступа глава первая вне доступа вот сразу хочу сказать перед тем как мы начнем очень прошу вас посмотреть видеоролик до конца и оставляйте комментарии очень вас прошу так это прохождение во первых хвост закидают огромным количеством жалоб на авторские права так как это одна из причин было из-за которых я нафиг эту игру и забросил ну а так вперед я сидел на полу пытаясь соображать что мне делать дальше я медленно повернул голову в сторону лежащие на матрасе девушки которая была мне хорошо знакома алиса черт побери вот сейчас я толком не понимаю что конкретно я хотел с ней сделать похожесть чтение то литературы просмотр этих дурацких фильмов сильно пошатнули мою психику каком-то плане мне просто хотелось сделать больно живому существу прочувствовать всего более отчаяние наслаждаться этим моментом возможно я не до конца понимаю всю сладость таких ощущений но это вовсе не важно по сути для меня сейчас имеет значение то что я могу сделать что сделать это без каких-либо препятствий дом большой свободных и пустующих комнат достаточно много поэтому проблем с ядей не должно возникнуть из чего же мне начать одежда первым делом не необходимо просто связать ее затем раздеть чтобы лицезреть и обнаженное тело хотя по большей части меня не волновало какая у нее грудь или попка мне нужно было лишь видеть как от порезов ее кожа начнет олеть а на ее глазах застынет гримаса ужасов перемешку с удивлением занимать ее ксим заманить ее к себе было достаточно просто она всегда такая тихая и отрешенная словно не от мира сего поэтому я видел блеск в ее глазах когда я пригласил ее в кино а после этого позвал к себе попить кофе дружище почему-то не купил зверька вот серьезно если уж ты хотя ладно отчасти это хорошо что вот сразу на человека перешел потому что маньяки честно говоря психопаты становятся психопатами когда первое время мучают животных а то ну а вот если ты сразу на человека перебежишь скорее всего тебя не хватит смелости глупая доверчивая простушка и сейчас я буду властвовать над ее жалким телом сначала ножом потом иглы быть может попробую и подушку подушить а еще можно накапан накапать на ее кожу много горячего воска а еще лучше просто бить его по лицу бережно собирать ее слезы чтобы потом пробовать их на вкус так нужно успокоиться мечты мечтами но нужно приниматься за работу я уже было потянулся до ее рубашки намереваясь ее расстегнуть но в глазах начало стемнеть боль возвращается не хочу это видеть снова обхватив голову руками попытался сдержать крик чтобы не разбудить свою жертву хотя понимал что действие снотворного еще не окончен пульсация невыносимой головной боли отдавала мне виски я зажмурился надеюсь что в этот раз приступ закончится раньше пожалуйста столько бы побыстрее пожалуйста я не так многого прошу я не хочу снова это вспоминать не хочу мне 7 лет я только что закончил свой первый день в школе было необычно и даже немного волнуйся кажется мне понравилось одна девочка там извиняюсь мне нужно чуть-чуть вот так то лучше а то музыка прям перебивает меня вот так то лучше было необычно и даже немного волнующий кажется мне понравилась одна девочка там не помню лица только добрые голубые глаза подожди а кстати голубые а это не может быть и но наш подруга алиса нет ладно мам пап я пришел я медленно подошел к двери кухни она была заперта но рядом была прозрачная была прозрачная панель которая позволяла наблюдать за происходящим я прильнул глазами к стеклу пытаясь понять что там происходит спустя несколько секунд сервер сердце начало бешено стучаться настолько это вообще насколько это вообще возможно в столь маленьком и юном теле отец стоял с отрешенным видом и выжидающе смотрел на женщину которая кажется молча глотала слезы она подняла свой взгляд на него и лишь кивнул потянувшись к одному из шкафчиков мам пап что вы делаете похоже что они его попросту не замечали или не хотели замечать следующая картина заставила мои ноги затрястись и я просто жидким слюидом начал стекать по панели вниз беззвучно повторяя одно и то же суть пустите меня пустите меня пустите меня пустите меня пустите меня отец тем временем уже привязывал две прозрачные веревки к стальной трубе на потолке клайв для своего возраста был неглупым мальчиком эти петли что свисали с веревок на трубе были ему знакомы пустите меня мама отвернулась куда-то к стене и полезла на стул пустите меня я начал скрестись по панель своими ногтями сначала медленно и неуверенно но конце концов я продолжил делать это с большим остервенением пытаясь хоть как-то пробудить в себе силы закричать пляс стул под ногами матери стуком уже опрокинулся и лежал на полу мама начала медленно подрагивать повисков на петле отец задумчивым видом посмотрел на петлю и осторожно надел ее я захрипел пустите пустите меня собрав остатки своих сил я изо всей дури ударил кулаком по стеклу бум удар еще удар еще вот пошла голова еще один звонкий стук упавшего стула удары со стороны панели стали еще сильнее на стеклянной панели стали появляться кровавые подтеки кстати а тут можно перематывать а да 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 кстати круто больно пустите пожалуйста продолжая разбивать кровь свои кулаки и голову я без безостановочно бился головой стеклянную панель не понимая что это не принесет уже никаких результат уже пост можно что-то сделать я не по ним я не по я не понимаю я ничего не понимаю что происходит это просто кошмар ведь это так скажите мне что это так потому что я не хочу понимать того что я сейчас вижу я обхватил руками окровавленную голову а на стеклянной панели появилась маленькая трещина а это неправда нет я докажу это сам себе с дикой злобой в перемешку с выражением ужаса и удивление я начал барабанить по стеклу кулаками и биться головой о панель словно в истерическом припаде одна трещина которая осталась от последних попыток стала шире рядом появилась еще одна и наконец тонкий хитросплетенный паутинкой она начала распространяться по площади я резал руки осколы резал лоб и щеки но продолжал бить о панель глотая слезы и подрагивая от вороха собственных мыслей много ли их может быть у ребенка такой ситуации наверное много громкий звонкий гул от бьющегося стекла заполнил все мое сознание и слух сияющая дыра в панели словно приглашала меня принять суровую реальность я начал придираться сквозь осколки уже ранее коленки и ладони своих рук могу сказать что я пытался пытался вытащить и мама и отца из петли однако сил семилетнего ребенка хватало только лишь на попытки и ничего больше ничего больше я не помню кто меня нашел посреди качающихся в петлях родителей разве это имеет значение единственное что имеет значение это пустота пустота внутри пустота снаружи я буду в заперть заперти своего подсознания и моих собственных мыслей а извините я не умею кричать до охлада главное это уже лучше чем мои потуги самых первых роликах так подождите секунду так продолжаем извиняйте мне нужно изредка проверять записи время но так все время еще есть можем продолжать наслаждаться ох неужели все кончилось боль по немного начала отступать становилось немного легче я мог сориентироваться в пространстве мой обзор попала лежащая на матрасе девочка про которую я в приступе более чуть не забыл а что будет если я просто я потянулся доска до шкафчика и нашел там капроновый чулок происхождение которого пусть останется тайной это тип чулок твоей матери или кого одна думаю нужно избить ее избавить ее от тряпок которые будут только мешать я подотронулся до ее рубашки задумался можно сказать что я вообще первый раз прикасаюсь к девушке поэтому я немного замешка но все же пожав плечами и неопределенных мыкнов я расстегнул ее пуговицы какого тут даже и моему взору предстало то что в принципе жаждала мое извращенное сознание следы побоев синяки кровоподтеки причем сделаны сделали сделаны они довольно аккуратно достаточно чтобы можно было скрыть их от чужих глаз и как это понимать капроновый чулок который повис на моей ладони почему-то потерял свою былую романтичность моих мыслях рука машинально скомкала ее и сжалась кулак странное чувство что правда злость я злюсь из-за того что она избита я же именно этого хотел именно этого хотел да ведь правда я попытался улыбнуться но если это можно назвать улыбкой а не нарушением работы лицевых мышц то моего дядю смело можно на записать в балерины но моего дядя смело можно записывать в балерины ну вот снова здорово что мне делать-то теперь не громко произнес я нужно было действовать к тому к этому прекрасному тело телесному натюреморту нужно добавить немножко красок ну же клаев чул чулок подождет переножек и мимолетная вспышка в поле в голове помканый чулок в сторону и обхватил рукой виски да что со мной сегодня обычно приступы бывают у меня редко я бросил короткий взгляд на алису и попытался представить ее тело изрезан попытался представить чулок на ее шеи который на ее шее который медленно сдавливает и перекрывает ей доступ к кислороду почему-то меня начало тошнить мерзкое ощущение наверняка у кого-то в детстве были подобные ситуации когда кто-то был невинной жертвой а вы сами палачом неважно кто был этой жертвы несчастный бездомный котенок ящерца ящерка ящерица кузнечик или пойманная птичка кто-то из нас возможно творил над ними жестокость отрывал хвосты и прижигал ру прижигал рвал лапки топил домой делали прости уж но мне я ну я к этому числу не отношусь и надеюсь большинство людей в том числе ну большинство точно но блин опять-таки неприятно что есть подобные люди которые измываются над животными это уже не люди много ли задумываешься каких-то там последствиях если никто ничего тебе не скажет а твои жертвы чаще всего меньше тебя раз в 10 поэтому ты можешь остаться безнаказанным но передо мной вовсе не запитый котенок или ящерка это человек человек который не первый день знаком с ужасом и издевательствами и ведь даже ничего они не знают сегодняшнее свидание было очень странно себя на ничего не рассказывала зато с упоением слушала меня ее не смутило то что я завел речь о довольно специфическом жанре кино конечно выходили с ней на ужасы но и это ее не сильно волновало исходя под исходя из подобных мыслей становится вполне понятно что такие побои можно получить если находишься в окружении малоприятных а то и вовсе ужасных людей но где же может быть такое место неужели дома не может не может не может же быть так что сами родители ее избивают и за что ее бить за плохие оценки конечно успеваемость алисы насколько я помню не самое лучшее она постоянно кое-как делает домашку словно и вовсе занимается ей только на переменах в школе первому урок она всегда опаздывает ее лицо всегда выглядело таким заспанным словно она и вовсе по ночам не спит тоже это может быть тогда я тяжело вздохнул желание мучить эту девчонку увлетучилась с такой же скоростью с которой кубики льда могут таять крутом кипятке это то же самое если вы например предвкушаете слопать свой любимый кусочек тортика но обнаруживаете что в тортике весело копошатся опарыши муравьи и стоит аромат пятидневного труп плохое сравнение понимаю я лишь пытался привести аналогию с тем что я чувствую в данный момент я больше не хочу видеть ее тело таким тяжело поднявшись на ноги я принялся застегивать пуговицы обратно ну так то лучше что ж наверное я просто подожду пока она очнется придумаю что-нибудь и выпровожу домой хэм домой у нее вообще есть дом я закрыл глаза нужно хотя бы придумать слова для оправдания можно конечно прикинуться валенком и сказать что она отрубилась и я отвел ее в одну из свободных комнат но поверить сомневаюсь слишком уж это натянута я окинул взглядом комнату на часах светилось время 1934 что же по крайней мере еще не так поздно я присел на краешек матраса уткнувшись когда уткнувшись взглядом в стен и принялся ждать ее пробуждение снова закрыл глаза ощущение будто я снова сейчас буду бороться со своими внутренними демоны чего мне них от чего мне ни капли не хотелось они сражаются со мной моими же воспоминаний это против и ужас я всегда пытался перекрыть воспоминание десятилетней давности но не с но но они снова и снова возвращаются оказываемая без мою беспомощность плавно говоря бессмысленности моего существовать указывает чтобы удел это забиться в угол и тихо рыдать зови маму или пап хотя к отцу у меня странные холодные ненависть и не могу сказать что моя память о родителях какая-то плохая и не замечал ни в отце ни в матери никаких намеков на отчаяние или что-либо еще до того момента но тогда взгляд отца отчаяние в глазах матери мне наверное никогда не узнать что побудило их на это я не могу представить что должно произойти ужасно чтобы взгляд снова упал на лежащую алис вот похоже что эта девочка точно знает что ее положение вполне может вызвать желание покончить с собой а ведь она этого не сделала она ведь улыбалась черта возьми улыбалась даже смеялась иногда на нашей встрече никогда бы не подумал что с ними сотворили так может принести и нормальный кофе с кексиками кажется я произнес это вслух я почувствовал как матрас зашевелился и тельце еную девушке мгновенно отпрянуло в сторону а ее владелец уставился а его владелец уставился как 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 это понимать я подумала что хоть как-то могла тебе пупу на глазах деву на глазах девушки начали наворачиваться слез понравится я молчу а я я молчал а что мне нужно было сказать ах алисочка видишь ли я просто хотел поиздеваться над тобой пару-тройку недель потом выкинуть тебя как ненужную игрушку у меня ни сил ни желания делать и говорить об этом не осталось если ты хотел меня изнасиловать в этом не было по необходимости она отправила свою руку под юбку словно проверяемое возможное вмешательство в ее трусики но судя по всему убедилась что я ее не насиловал потому что мне не привыкать к такому ты ведь видел да я слегка опешил послушай я не знаю чем ты вообще и отрубилась и я отнес тебя сюда ждал пока ты очнешься а потом какая бессмысленная ложь клайв разве ты сам веришь своим словам я далеко не дурочка какой вы все в классе меня считаете что ты черт возьми имеешь ввиду ты подсыпал мне снотворное я прекрасно знаю какие-то ощущения когда тебя накачивают снотворно а потом делают с тобой все что захотят ими ты имела ввиду те синяки и подтеки на твоем животе груди груди и ой что и требовалось доказать понравился вид да нет а почему же ты не сделал то что собирался ли ты брезгуешь трахать девушку в побоях я тяжело сглотнул не знаю с чего начать так плохо мне уже не было давно словно я уже пробиваю не первое не второе дно своей самооценки послушай произошло всего лишь недоразумение поэтому давай попьем кофе и ага чтобы ты в конце концов доделал свои дела так может уже гораздо проще также может также так можно же гораздо проще можешь трахнуть меня если тебе этого так хочется без всякого снотворного а мне немного ним а мне многого не надо позволь только остаться здесь до утра чего я конечно все понимаю но точно не такого что такая тихая девочка так легко говорить о сексе который меня особо-то интересует ну ты же спросишь ты же споил меня ради этого не так ли так что пожалуйста можешь делать что хочешь тебе лучше не знает зачем я это сделал проволчал и проворчал я полушепотом что ты имеешь ввиду но что имеет клайв ввиду мы узнаем уже в следующей части до видеоролики будут теперь немного короче чуть короче чем обычно где-то по 25 минут зато быстрые и не слишком и гамот надеюсь вам понравилось но перезапуск вам понравится я постараюсь как можно скорее выпустить видеоролики для вас чтобы смогли именно сладиться заглядывайте в описании там будет ссылочка на мой дискорд-сервер или заглядывайте в описании на мой канал там на моем канале есть вы в строчке на ю тубе с моим каналом есть ссылка на мой дискорд сервер туда переходить а то в описании в данный момент ссылки ссылки не работают пишите комментарии пишите свое мнение Критикуйте, предлагайте игры Буду рад своим поболтать И мне это очень важно, чтобы делать контент максимально приятным для вас И не забывайте нажать кнопочку и подписаться на колокольчик Ну и заглядывайте в сообщество почаще Чтобы участвовать в вопросах и влиять на жизнь канала И с вами я конечно же не прощаюсь Скоро увидимся